Геймпад для смартфона Геймпад для слэшеров, файтингов и для каких-нибудь раннеров, либо платформеров Не более того, если вы захотите поиграть во что-то серьезное, я вам сказал, что есть вот такая штука Это GameSir X2 Pro, который сертифицирован самой компанией Microsoft И здесь полноценные стики по размеру такие же, как на геймпаде Xbox Series S или X Единственное, что в верхней части вот эти вот, назовем так, сосочки, они уменьшенного размера Но если вы хотите увеличить их размер, это решается накладками, которые есть в комплекте И в принципе, когда вы это все вот так снарядите, вот как это выглядит вот сейчас Вы же хотите здесь сейчас услышать вердикт и не слушать целую кучу воды, которую я буду лить Поэтому этот геймпад отличный Единственный его недостаток, что он только для андроида То есть версии с лайтингом или беспроводной пока что нет Только версия с Type-C Здесь у нас механические кнопки A, X, B и Y Которые можно менять местами То есть можно переставлять их, а не на магнитах, пинцетом аккуратно доставать И сделать свитч-раскладку, если вы будете играть на эмуляторе свитча на андроиде Мы имеем хорошие триггеры, магнитные триггеры, которые позволяют хорошо играть вам в гонки Но если вы думаете, что отклик в шутерах у вас как-то изменится Есть функция переключить их в режим кнопки То есть они будут реагировать моментально Тем самым вы не приобретете никаких дополнительных задержек в шутерах Мы имеем механический бампер, механическую крестовину, кнопку Home Button Иксбоксовскую То есть если вы будете играть через Remote Play с Xbox либо xCloud То эта кнопка полноценно работает во всех приложениях К сожалению, со Steam Link или когда вы запускаете Steam в режиме BigPitch Эта кнопка не работает Ну я, по крайней мере, этого не подружил А возможно в будущих обновлениях прошивки что-то исправится Ну и самое главное, это на задней панели вы имеете дублирующие кнопки Две штуки Единственное, что из-за размера грипов не так они удобны, как на Pro-контроллере Например, Elite-контроллере Xbox Но тем не менее, если как-то поменять хват и играть в шутер Становится гораздо приятнее и удобнее Резюмируя, так как сказать особо больше нечего Это всего лишь навсего геймпад и обзор на 10 минут О нем растягивать в принципе бессмысленно А в будущем ролике я расскажу о клауд-сервисах И о опыте их использования И какой лучшим является на сегодняшний день Ась так, геймпад хару Кстати, для работы с ним, чтобы прекрасно играть на андроиде Был использован Xiaomi Mi Max 3 Это на сегодняшний день практически смартфон С максимальной диагональю экрана И соотношением сторон ближе к 16 на 9 Потому что стриминговые сервисы не все поддерживают Соотношение сторон 21 на 9 И поэтому полезная площадь экрана, которую вы будете использовать Значительно ниже, так как здесь по бокам будут полоски Здесь соотношение сторон 19 на 9 Сбоку полоски все-таки имеются, но они минимальны В некоторых играх, если вы будете играть в сервисах ПК-стриминг, GeForce Now или там ВК-клауд, Mail-клауд и так далее Поддерживается данное соотношение сторон И у вас будет полное замощение экрана Но если вы будете использовать X-клауд Это максимально выгодное для вас устройство Если вы будете использовать какой-нибудь Samsung Или что-то еще с соотношением сторон 21 на 9 То полезная площадь экрана будет значительно ниже На сегодняшний день это устройство стоит по цене геймпода от Microsoft Это 5-6 тысяч рублей По акциям можно найти за 2,5 Что в принципе я и сделал Плюсов полно Минусов не так уж много Поддерживается сквозная зарядка Но не поддерживается подключение наушников через Type-C А когда подключаешь к Android Bluetooth гарнитуру То наблюдаются некоторые задержки Которых не наблюдается на устройствах Apple Не поддерживается эмуляторами Nintendo Switch пока что Но опять же через костыль это все работает И кнопка Home Button не работает на ПК-стримингах В режиме Big Picture, например Когда вы запускаете через Steam Link Либо через VK Cloud свой Steam на удаленном компьютере А так в целом все замечательно Если вы рассматриваете к покупке И у вас Android телефон какой-то из подобных устройств Не берите X2 простой Лучше чуть-чуть докинуть и взять X2 Pro Да, он будет проводной И да, он только с разуемым Type-C Но если у вас так и так подходящий смартфон То лучше берите его Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!